Здравствуйте, это Spawn48 и я предлагаю посмотреть вам небольшие видеообзорчики на мультиплеер и синглплеер, вышедшего буквально несколько часов назад, Medal of Honor Warfighter, новой части франшизы восстановленной. Она пафосна, она в меру красива, она брутальна. Думаю, следующее видео вам более подробно об этом расскажет. Смотрим, наслаждаемся. Итак, здравствуйте, с вами Spawn48 и мы с вами видим обзор на Medal of Honor Warfighter, извините, который вышел несколько часов назад, запинаюсь, потому что волновался. Да и с работы недавно, пришел, устал немного. Итак, что мы тут перед нами видим? Это у нас, я так понимаю, выбор персонажа, вот эти вот три у меня доступны по предзаказу. Игра я обычно штурмовиком, за ним прикольнее всего. Режим сейчас у нас игры идет, некий аналог штурма из Battlefield 3. То есть, кучка там таких вот целей, которые надо повзрывать. Вот тут уже кемперит лежит, я смотрю. Играю я сейчас на неком аналоге харда из Battlefield, поэтому думаю, убивать меня тут сейчас будут просто пипец как. Просто вхломатоз. Так как... Ни хрена себе. Хард. Этим хардом, блин, в магазин в товарища высадил, ему хоть бы хны. Да и в этого тоже. Отлично. Кого я сколько убил, я не знаю, не пишут. Поэтому на самом деле хрена его знает. Какой-то ада Израиль творится на самом деле. Просто что-то тут... Вообще невообразимо. Уй, это тут мясо вообще. Просто мясо, товарищи. Блин, еще. Графика хоть и выкручена на максимуме, но выглядит, конечно, не прям вау-подобно. Но, скажем так, не гламурно. То есть как-то ближе все-таки... Такая жестокая реальность. Вот. А, мы тут что-то даже, покажись, выиграли. А, это вот такая заставочка красивенькая. У нас после... Миссии. И я там, вон, 4 фрага заработал, оказывается, каким-то... ...образом. Вот у нас такая... Наша страна, Российская Федерация, видите, находится на 77-м месте в рейтинге. Тут опять получаем кучу ачивок. Всяких там... Плюшечек и фишечек. Вот тут тоже всякие хринюшечки. Ну, там что-то на оружие открыли. Оказывается, сейчас. Побегаем, посмотрим. Вот он, как видимо, уже снипераж был. Опять еще достаточно интересная фишка. Можно делать вот так. Попал в него! Противник потерял радар. Нужна помощь! Тут хпшки у нас не восстанавливаются в хард режиме. Чёрт знает, попал там, не попал. В сторону врага жахнул. Ещё в кого-то. Ещё минус один. Звуки достаточно сочные. Человек, который в армии служил. Могу сказать, что если тут недалеко стреляет у корот, то достаточно похоже. Стрельбы были, благо, часто. Поэтому, как бы, знаю, что и как выглядит. Чёрт. О, мне тут наградку дали, прикольно. О, чёрт. Вот это я лоханулся, товарищи. Передо мной стоял, оказывается. Сейчас, кстати, глянем, что нам там могли... О, нам рисунок камуфляжа разрешили одеть какую-то на пушку. Так, дали наградку, то есть это всё прям в бою можно посмотреть. Для других классов у меня там чё-то открыто. Артиллерия готова! С fruition! – Миномётная батарея ждёт. Командуйтесь. – Кого?! Вот это классно А он выжил Ну я не снайпер, да, ребята Кстати, как вариант, можно попробовать Поиграть за снайпера Можно выбрать Попробую, по крайней мере, поиграть Я не думаю, что Прямо, главное, чтобы товарищ, блин, спрятался куда-нибудь Потому что я с ним рядом не могу Тупо резнуться Блин, короче, быстрее так Дали мне вот снайперку Неведомую хню Вот такую Что она себе представляет, честно, даже ФЗ вообще Так, что-то как-то Фигово получается, на самом деле А, тут, походу, за убийство, кстати Получается, выпадают Всякие полезные плюшечки Типа, хп-шечек Да, блин, ну, лошара Уйди ты из дороги Поблума Правда, быстрее самому резнуться, чем так А, у нас уже точку захватили одну И романтия творится, на самом деле И романтия творится, на самом деле Ни хрена не вижу, на самом деле Вообще ничего, это вообще Отлично У меня, походу, свой Убил Вполне возможно Попробуем другим персонажам потом поиграть Чё тут такое интересное Да, это дымовуха Это какая-то Неведомая Хня Прикольная штука, кстати А, пипец Вот они Рядом Сейчас, на этом, думаю, обзор Этого раунда мы закончим Попробуем сейчас какой-нибудь другой Так, вот у нас Открылся пулеметчик И мы сейчас поиграем В режиме По-моему, кинд из матча просто Нас не остановить Гэшечка Немецкая Прикольненькая Самолетик Судьба Война Судьба Война Оттворится Опять Глок-18 рулит В ближнем бою Тут же меня ушатали Так О, как он Меньше Открылся Открылся Поход Становятся Клево Бесконечными Начинаем Ставим Что Сейчас Имбаем Бой Лежать Вот так Перекрывать А, меня томагавком убили. Пипец. Докатился. Тут, кстати, вместо ножа томагавк у нас. Это, к слову, достаточно прикольная фишка. Нестандартный армейский нож, это прикольно. Он, несмотря на движок Battlefield, выглядит и всё как-то, скажем так, по жизни, никакого гламура такой, всё суровое. Товарищ, бежите, смело попробуем. Один к одному, как-то тоже, конечно, не круто. Нет, мышка начинает тупить как-то. О, тут, как мы видим, ствол, кстати, перегревается, походу. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Прикольно, в принципе, ну, полетать на вертушке не удалось, а жаль. Было бы прикольно. Ну, Россия почему-нибудь, видите, растет у нас. Субтитры сделал DimaTorzok За Россию, матушку! Ну, так уже шмаляет. Скажите, спасибо товарищу, приготовьтесь. Дима Торзок Так, как видим, на норму ли у нас фотошечки регенерируются. То есть умереть становится достаточно проблематично, да и врага убить тоже. Дима Торзок 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 Ну, что ж, как мы видим, достаточно интересно играть. Дима Торзок Суровенько Суровенько и жестко. Никаких вам суси-мусуси Все прям хардкорно. Практически, если бы хп не восстанавливались. Графончик У меня почти на максимум, так как текстур, убрал только тени от них толку все равно никакого. Так это все ночью выглядит, допустим, поэтому теперь, как бы, достаточно интересно, как это все вообще себя в будущем покажет. Сейчас пока это Modern Warfare, да. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и дизлайки. Комментируем. До скорых встреч. Ну, а это небольшой такой бонус синглплеерный обзорчик. Сейчас глянем тут, насколько график отличается, есть ли у нас вот гемотографичность и прочие радости. Но перевод меня, на самом деле, уже не радует. В мультиплеере видел пару косячков, которые просто логически даже не сходятся. Сейчас посмотрим, что тут у нас будет. Конечно, ребята, одетые в мультикам, это круто. Достаточно подробно написано. Я, как страйкболист, в принципе, такое же барахло на себе периодически таскаю, причем именно мультикам. В принципе, могу оценить вот это все, что на них напялено. Просто ходим и выходим. Никто не узнает, что вы там были. Здесь своих нет. Вот наш грузовик. Вместо моих охранника иначе конец. Просто заложи за их. Я прикрою сзади. Тут график, кстати, несколько лучше, чем. В мультиплеере. Ух. Это прям как в этом самом, простите. В команде А. Не так давно там был достаточно похожий момент. Вот она, кинематографичность, она присутствует. Да, и звук такой, кстати, сочный. Достаточно. Да блин, если это основано на каких-то там... Да ни хрена, офиге себе ж. У них еще и РПГ тут у этих товарищей есть. Отлично. Без взрывающегося вертолета нам никуда. Сейчас прямо в меня. Да. Вот такое вот пафосное начало. Музычка тоже пафосненькая. С видом на таком картком отрезке, в общем-то, понятно, что геймплейчик будет бодренький, пафосный и, по-моему, к реальным операциям имеющий мало, как нам обещали разработчики. Что ж, вот теперь точно все. По мультиплееру мы прошлись, по синглу прошлись. Ну и тут какие-то сопли начинаются, а мы с вами продолжим играть. Думаю, мое имхо, вот это все, что вы слышали и видели, не скажется на вашем решении покупать либо нет. Ну, будем надеяться, что мы с вами на поле боя как-нибудь встретимся. И в Battlefield, если вы играете, да и в Modern Warfare. Все, всем спасибо. Счастливо!